Глава Наринмара поручила отделу муниципального контроля усилить внимание за уборкой снега с крыш. Очистки подлежат как жилые дома, так и административные здания, производственные сооружения и другие. Между тем, контроль за уборкой снега в городе установили и сами жильцы. Обращаясь в нашу редакцию, они отмечают, что недовольны качеством работ. В некоторых микрорайонах Наринмара снегоуборочной техники они не видели вовсе. Наша съемочная группа отправилась в рейд по улицам города, чтобы узнать, справляются ли коммунальщики с последствиями весенней оттепли. Трудовые будни работников коммунальных служб начинаются с уборки снега на дорогах, дворовых территориях и детских площадках города и поселка Искателей. Амкадоры и грейдеры, самосвалы, снегоуборщики неустанно работают сутками. Однако жители такой уборкой недовольны. У нас в Кармановке очень плохо убирают, вообще не убирают. Там начальство не живет и их это не трогает. Там простые люди живут. Мы тоже бы хотели, чтобы там убирали снег, хотя бы по красной, чтобы ездить и ходить к пенсионерам. Около дома, я не знаю, во дворах живут, особо не убирают. На Буучейского 14, например, возле дома сейчас вообще было очень сложно проехать. Мне кажется, недостаточно хорошо. Вот вы где сами живете? В Кармановке. В Кармановке? И как Кармановку убирают? Ну, не очень. С коляской прийти редко где можно. Причины некачественной уборки разные. Одна из них – неудовлетворительное состояние техники. Другая – погодные условия. Хотя сами работники уверены – убирают на совесть. Все зависит от погодных условий. Сами понимаете. Если, грубо говоря, заметает, стараемся, стараемся держать, содержать все в нормативе. Как бы и дороги, и все остановки, тротуары. Все, выдерживаем в норме. Техника – это что единственное, старая, уже, грубо говоря, там 98. Есть у неких единиц 98-99% износа. Поэтому требует ремонта периодически. Ну, а в основном, как бы, трудимся, трудимся, убираем. Для удобства жителей региона всю информацию по уборке территорий можно получить на официальном сайте городской администрации. Так, отмечают в мэрии, автомобилисты и пешеходы смогут заранее спланировать свой маршрут. Работы ведутся согласно графиков. Информация опубликуется на сайте администрации города. Но так как такового оповещения нету в связи с тем, что снегопад либо еще что-то. По прогнозам синоптиков, до конца марта в регионе сохранится колебание температуры от минус 2,8 до 2,3 градусов тепла. А значит, остается опасность схода снега с крыш, разбитые дороги и тротуары, утопающие в лужах. Если вы запечатлите итог некачественной работы коммунальщиков, а также курьезные моменты или волнующие ситуации, то присылайте свое видео на почту mobile-sobaka-trk-sever.ru. Самые интересные сюжеты мы покажем на телеканале «Север» в рубрике «Мобильный репортер». Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».